Она это так сняла, но по... Внимание, внимание, до начала торжественного мероприятия и запуска машины праздничного времени осталась одна минута. Звучит музыка. Начинаем торжественное мероприятие, посвященное юбилею Муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия города Раменское». Пожалуйста, здесь микрофон. Я вам не поколюбую перестесниться. Спасибо. ПЕСНЯ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 С днем рождения! Весело звучать! Поздравления! Добро пожаловать в Казахстан! С пестью на парни, Поздравления! Добро пожаловать в Казахстан! С детьми и пěarskon店 Достово пожаловать в Казахстан! Лучшие наши учителя, мы говорим по-прежнему, Учитель просто на высший класс, и не на стоп, а на песне. Учитель просто на высший класс, и не на стоп, а на песне. Учитель просто на высший класс, и не на стоп, а на песне. Учитель просто на высший класс, и не на стоп, а на песне. Аплодисменты. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Это слова Дмитрия Сергеевича Рихачёва, человека, к творчеству которого мы постоянно обращаемся. Одно из таких зданий нашей гимназии. Во-первых, для нас это храм на ум. Во-вторых, гимназия — второй дом. Она сохраняет в себе тепло и добро тем, кто здесь работал и работает сейчас. Кто здесь учился и учится сейчас. Представьте, сколько этого тепла сохранилось в нашем образовательном учреждении за 55 лет. Его хранителями были, есть и будут ученики и учителя. Но первыми среди хранителей и созидателей всегда будут те, кто всё своё время отдаёт школе образование. Это директорам. Слово предоставляется заслуженному учителю России, директору гимназии Варлыниной Наталье Ивановне. Юбилей гимназии — это большой праздник учителей и учеников, родителей и выпускников, вышестоящих организаций, потому что это юбилей гимназии. Мне хочется поздравить учеников с этим замечательным праздником, пожелать им пятёрок в их дневниках, родителям пожелать любви к своим детям, поддержки своих детей. Управленческой команде гимназии пожелать новых успехов в постановке новых задач и решении этих задач. На каждый юбилей приглашаются гости. Сегодня у нас присутствует тоже большая прияда гостей. Разрешите мне их представить. Неволин Виктор Валентинович, глава районного городского округа. Мирков Роман Игоревич, депутат Государственного резюма Российской Федерации. Ермасов Юрий Анатольевич, председатель Совета депутатов районного городского округа. Егорова Ольга Борисовна, заместитель главы администрации районного городского округа. Желтухина Надежда Николаевна, председатель Совета депутатов районного городского округа. Заслуженный учитель России, заслуженный работник образования в Московской области. Директор, создавший районную гимназию. АПЛОДИСМЕНТЫ Кровов Андрей Александрович, депутат Совета депутатов районного городского округа. АПЛОДИСМЕНТЫ Ильянов Владимир Николаевич, депутат Совета депутатов районного городского округа. Денин Владимир Федорович, заместитель председателя Совета депутатов районного городского округа. Губская Ирина Александровна, директор муниципального центра районного учителя. Добриянка Светлана Николаевна, председатель равнинского профсоюза работников образования. На нашем празднике присутствуют ветераны-учителя, которые заложили в это образовательное учреждение тот фундамент, на котором сегодня растет и развивается гимназия. Пожалуйста, ветераны, мы хотим вас увидеть. Борьми обратно к теме. Ставьте, пожалуйста, на этом вас видит замечательные, красивые и замоложенные. Спасибо. Уважаемые гости, уважаемые друзья, я еще раз хочу вас всех поздравить с этими замечательными датами. Гимназия была, есть и будет гимназией. И родители, ученики, и педагоги в это верят. И сделают так, чтобы она всегда занимала самое достойное место в равнинском образовании. Дорогие друзья, мы продолжаем. Внимание на экран. В 1967 году в микрорайоне Холодова свои двери для учеников распахнула Арабинская средняя школа номер 7, директором которой был назначен Василий Николаевич Иванов. Преподавательский коллектив насчитывал 34 человека, а учащихся было 1486 человек. С 1968 года педагогический коллектив средней школы номер 7 возглавляла отличник просвещения СССР Тамара Константиновна Чевелева. Она была требовательна и умела понять и поддержать того, кто ему свежим идеям, был ответственен, самоотвержен, трудолюбив. Ее независимый твердый характер, образованность и широкий кругозор историка способствовали созданию деловой, демократичной и интеллектуально насыщенной атмосферы в школе. Ее энергия и активность, деловитость буквально заражали всех педагогов и позволяли решать самые трудные учебные и воспитательные задачи. Ею был заложен прочный фундамент, на основе которого стали возможны дальнейшие прогрессивные изменения в работе школы. Результаты были очевидными. В 1976 году средняя школа номер 7 с блеском выдержала первый в Раменском районе творческий отчет, продемонстрировав высокий уровень знаний учеников и мастерства педагогов. Школа номер 7 слабилась хорошей организацией вне классных и внешкольных деятельностей учащихся. В 1968 году был открыт в школе лагерь труда и отдыха «Романтик». Он стал значимым веком в жизни подростков, настоящей школой самоуправления для сотен мальчишек и девчонок, которого бессменно и активно возглавляли Надежда Михайловна Митрофанова, Надежда Алексеевна Митскина, Татьяна Ивановна Сергеенкова и Дмитрий Борисович Правдина. А самые лучшие летние бригады по итогам работы в ЛТО «Романтик» награждались поездками по различным городам Советского Союза. Наши ребята побывали в Волгограде и Ульяновске, Ленинграде, Минске, Вильнюсе и в мемориальном комплексе «Хатын». Незабываемой, разносторонней и яркой была афиша школьного театра «Детище» Нины Михайловны Казаковой, ревизор Николая Васильевича Боголя, Евгений Онегин и цыганы Александра Сергеевича Мушкина, пьеса Александра Николаевича Островского, «Литературные вечера» и «Литературные гостиные» собирали аншлаги в актовом зале школы. Созданная в 1974 году Ольга Георгиевна Марковой и Надежда Алексеевна Митькиной, агитбригада девчата была одним из самых самобытных и популярных школьных творческих коллективов в Московской области. Школьный клуб интернациональной дружбы «Солидарность», организованный в 1976 году Тамаре Ивановой Селс, завоевал славу одного из лучших кидов Советского Союза. Вся работа основывалась на истории родного города, также опиралась на историко-хозяйственные связи города Раденская с союзными республиками Украины, Грузии, Латвии. Исследовательская работа, тематические вечера, встречи с интересными людьми, участие в всесоюзных вентаринах, конкурсах, фестивалях дружбы, поездке к друзьям-кидовцам в другие республики и радушный прием у себя в школе сверстников из Грузии, Латвии, Украины. В 1985 году Кицин был участником 12-го Всеверного фестиваля молодежи и студентов в Москве. Центром военно-патриотического воспитания стал созданный Людмилой Владимировной Гусевой музей партизанки Великой Отечественной войны Веры Волошиной. Здесь велась большая исследовательская работа. Собран и обработан бесценный фактический материал по одной из важных страниц истории нашей Родины. Высокообразованными, трудолюбивыми, способными решать самые сложные задачи, готовыми делиться опытом с молодыми учительскими кадрами, были совместители Тамары Константиновны Чевелевой по учебно-воспитательной работе, Лития Ивановна Зимина, Николай Васильевич Благов, Тамара Степановна Чеканова, Татьяна Ивановна Сергеенкова, Ольга Георгиевна Маркова, Дмитрий Борисович Практика. Школа. Невероятное количество знаний. Напряженная работа семи восьмиклассников. Мудрая вольяжность старшеклассников. И робкие шеи малышей. Первая семья, первый класс. Волнение, волнение, волнение. А еще надежда. Надежда на то, что не будет плохих оценок, что учитель будет добрый. А эта кнопка «девочка» или «маленький мальчик» станут личностями. Надежда на школу, а вернее на учителей. И как приятно бывает учителю ощущать поддержку и помощь в адрес школы со стороны общественности и руководства. Пусть будет юбилей наш светлым и ярким, не зря гласит народная молва, что украшения торжеств, подарки и самые душевные слова. Слово для поздравления предоставляется главе Ролинского городского округа Неволину Виктору Валентиновичу. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Дорогие друзья, уважаемый Таливан, уважаемый телевидический коллектив, хочу вас всех подриветствовать. Поздравить с замечательным событием, с замечательным юбилеем. Конечно, вот когда были гимни, я обратил внимание на эту историю, мы видим главного план, при главном которого символизирует о том, что исторически нам необходимо защищать рубежи свои с востока и с запада. А крона и ветра, которая отбивает, говорит о том, что единство трех частей России, в общем, Малороссии, Великой России, Белой России, жуткая цивилизация, как бы сказать. Ну и, конечно, держава, эскипетр, то, что говорили о незменности, неживленности условий в нашей стране, так вот символизирует вот в этом изображение. И когда мы заговорили, когда передим, и мы не слушали слова «единство», все мы понимаем, что действительно для нас единство сегодня является очень важным словом, объединяющим словом, объединяющим мыслям, идеям, объединяющим у нас специальные военные операции. Объединяющим нам достижение результатов, потому что гимназия на последние годы значительно улучшила показатели и результаты, которые очень здоровы. Можно иметь гордиться на рейтингах 300, 200, на рейтингах поступающих с выпускников ведущие в УЗИ. Это приятно, когда ты видишь труд людей, труд преподавателей, которые достигают вот такого хорошего уровня. И в нашей группе наши дети. Дети, которые не уверены, с каким багажом, с таким уверенным багажом, будут всегда востребованы и будут беспокойны за то, что они везде могут пригодиться. Я хочу, в первую очередь, конечно же, много было сказано, а еще раз. И вы заметили, что, если смотреть немного на фотографии, и, кстати, здесь только присутствующие, узнавали себя, когда ему было 18-20 лет, и мы с Романом Игоревичем сказали друг другу, Роман Игоревич, представляешь, ведь совсем скоро, если нам покажут из фотографии, то мы тоже будем историей. Вы не думайте, я говорю серьезную вещь, мы тоже будем историей. И дай Бог, чтобы нас, да, точно так же показали, нам аплодировали, если это возможно, правда. А вот люди, которых мы видели с вами на экране, они вспоминают с очень доброй убыткой и с доброй памятью. Почему? Потому что они оставили очень хороший, добрый след. Своей работой, своим самостоятельным трудом, простые вещи. На слайде стоят люди с цветами. Какие были цветы? Георгины, гладиолусы, сиренитоматые астры. Сейчас, к цветы из Эквадора, и в лучшем случае, розы Московской области. Это правильно, я не спорю, это правильно, хорошо. Но мы знаем, что если не сам себе, я держал руках цветы из Эквадора. Поэтому, конечно, мне очень хочется приветствовать наших ветеранов, которые отдали столько сил, здоровья, и желаем всего самого доброго. Хочу поблагодарить Надежду Николаевну вас, потому что много связано с этой гимназией, с вашим временем, с остановлением образования в районском городском округе, в районском районе, с теми школами, которые только начинали и делали руки и шаги, но впоследствии уже очень уверенные поступки шагали по ней для образования Московской области. Образование сеть у нас достаточно обширное, и некоторым муниципальным районам, и теперь уже округам, никогда нас не догнать, потому что мы очень большие, мы очень значимые, и количество детей у нас, которые обучаются в школах, вот такое, что мы обучили и позавидели в школах. И мы этим гордимся, мы гордимся тем, что мы можем, мы вместе, мы призним во всем, в учебе, в специальной военной операции, мы поверим в своей голове страх, мы посеем в ней уверенность и еще больше любви. Уважаемые коллеги, хочу вам вручить этот заведу и пожелать вам мира, любви, здоровья, всего самого доброго, чтобы вы были в основном, поздравляем в этих замечательных вагонщиках, вокруг которых он уже радостный вид в детей. Спасибо. Начинаем церемонию награждения. Знаком отличия Министерства просвещения Российской Федерации, отличник просвещения награждается учитель математики Симоня, Соня Арамовна. Благодарственное письмо главы города за добросовестный труд, творчество и инициативу вручается учителю музыки Лель Александре Вячеславовне. Благодарственное письмо главы города вручается учителю английского языка Алмазовой Марии Алексеевне. Благодарственное письмо главы города вручается бедовому психологу Корниенко Елене Евгеньевне. Благодарственное письмо главы города вручается учителю начальных классов Садовниковой Ларисе Александровне. Спасибо огромное за аплодисменты. А теперь слово для поздравлений предоставляется депутату Городской Думы, Государственной Думы Российской Федерации Терешкова Романа Игоревича. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 люди, смотрели фотографии, и те традиции, которые заложили вы, литераны, те люди, которые отрубили сегодня в школе с момента ее основания, продолжали и делали из гимназии лидера подмосковного и российского образования. Несмотря на рейтинг, я очень скептически отношусь к цифрам, к подсчетам, потому что ничто не может сравниться с тем, какого человека гражданина был воспитания. Ни одна циферка, все это вещи, которые пришли к нам с коллективного Запада, были нам навязаны. Советская система образования, она была из самых сильнейших систем, что мы сейчас не говорили в этих телеграм-каналах или в каких-то еще. Мы отказываемся от болонской системы, которая у нас затащилась в угол, которая разрушила нашу систему, выработанную десятилетиями. Мы откажемся, я уверен, от этих рейтингов ПИЗа, мы откажемся от рейтингов, которые у нас сейчас существуют и будем оценивать работу школы по тому обществу, которое мы воспитаем. И здесь, уважаемые учащиеся, ребята первого класса, одиннадцатого класса, вы живете очень непростое время. И от вас зависит, что будет с нашей родиной, с нашей отчизнью. Ведь ни для кого не секрет, что сейчас идет и основная задача коллективного Запада это просто уничтожить, раздробить Россию. И вы должны это очень четко зафиксировать у себя и понимать, что вы здесь, в стенах гимназии, обретаете знания, становитесь полноправными гражданами Российской Федерации, которые будут ее защищать. В науке, в промышленности, в образовании жизни. И я желаю вам то, что гимназия, но это главное, через 10 лет те первогласники, которые сегодня выходили, пели песни, те одиннадцатиклассники, которые сегодня присутствуют и обучаются здесь, стали достойными гражданами Российской Федерации, которые принесут нашей стране процветание. И, безусловно, это будет за нами, Наталья Ивановна. Вашему лицепту благодаря речь продовольственной республики федерала Российской Федерации. Спасибо. Благодарственное письмо депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, творческий подход к процессу обучения и воспитания школьников. И в связи с юбилеем гимназии вручается учитель начальных классов Гундориной Оксане Викторовне. Благодарственное письмо депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации вручается учителю английского языка Гусевой Людмиле Владимировне. Благодарственное письмо депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации вручается учителю русского языка и литературы Магаровой Ларисе Юрьевне. Спасибо. Спасибо. Благодарю за эти жаркие, теплые, радостные, праздничные аплодисменты. И мы продолжаем. Слово для поздравления предоставляется председателю Совета депутатов Равенского городского округа Ермакову Юрию Анатольевичу. Уважаемая Наталья Ивановна, уважаемые ветераны, педагоги, ребята, родители. Наталья Ивановна, немножко резануло, когда рассказали, представляем наших гостей. Но какой же глава-гость? Он хозяин здесь. Какой же Ермаков-гость? Он ученик Равенской гимназии. Какая же Желтупина-Надежда Николаевна гость? Она основатель гимназии. Можно дальше продолжать. Поэтому... А вот Роман Иванович Ерештов, наш гость. Ему аплодисменты. Вы знаете, мне очень приятно стоять сейчас здесь и говорить перед вами, потому что в 1987 году я пришел сюда учиться не в этих стенах. Это была школа номер 7 Холодова. Мне приятно видеть здесь и на экране сейчас были педагоги. Тамара Степановна, которая учила мне английскому языку. Хотя она, правда, подменяла, но мы не учили, но мы были вместе. Ну, были, да. Конечно же, в первую очередь, в первую очередь, мне хочется отметить Надежду Николаевну Желтурхину. Вы знаете, когда я сегодня говорил жене, надо... Я сегодня иду на юбилей школы, а потом говорю, я не постригся, потому что когда Надежда Николаевна стояла возле дверь, и ученик пришел, не пострижен, говорит, да, Хермаков не пострижен, иди стрельзи, ко второму уроку чтоб был. И вот такое было. И действительно, Надежда Николаевна являлась огромным авторитетом нашей гимназии, нашей школы. Я был свидетелем перехода из седьмой школы в гимназию, да, Надежда Николаевна? Как раз вот на нас начинался 30 лет, я школу закончил, на нас это все начиналось. Были первые два гимназических класса, биологический, математический. И потом, конечно, это все уже стало Раджевской гимназии. Мне хочется вспомнить свою классную руководительницу, Лидию Петровну Бородину, я не знаю, где она здесь есть. И все равно, дорогая. Вы думали, я вас не вспомнил на то, а вы знаете, у нас такой следующий год, у нас был такой, ну, конфликтов у нас никогда не было, у учителя это сейчас может быть какой-то конфликт, мы читаем, в соцсетях, у нас не было конфликтов, у нас всегда был учитель прав. Но, помните, Лидия Петровна, я прихожу как раз с вами, Надежда Николаевна, я говорю, я могу быть классным руководителем, я был в 7 классе. Я говорю, да почему? Ну, я говорю, я могу тоже расставлять оценки и проверять дневники. Неделю это прошло, Надежда Николаевна дала добро, я никакая не заботливая, Лидия Петровна говорит, ну, по честному, так все по честному, выдаст всего 3 рубля из кошелька и отдала. Неделю работал, на! Вот, наверное, это очень-очень, очень интересно. Конечно же, буквально несколько недель назад мы поздравлялись с Надеждой Николаевной великого педагога, он сейчас был на стеографе, Александр Иванович Шилаев, он 90 лет исполнилось, ему несколько недель назад всю тем, что були 되. Хочется вспомнить Самому высокому физрука, к сожалению, в нашей жизни, я не помню отчество, но Валентин Пьесбург, потрясающий мужчина, представляете, вы вот такие, а он 2,20. А он 2,20. Давайте так, просто, что у него было 2,20. Ну и, конечно же, не могу не вспомнить, здесь также они на экране были, это Наталья Ивановна Роскобойникова, не буду говорить, как вы ее называли, что все знают. А Борис Метова, давайте вот каждый. Мы, конечно же, Марина Григорьевна, учитель географии. Еще одного человека не могу не вспомнить, потому что, наверное, 7-я школа была очень красивая в спойе, благодаря этому человеку, который привлечил нас в труду. Это Дубровин Олег Андреевич. Учитель географии. И все, что было сделано в моем себе сон, это не было настоящим панно, это было сделано нами, и мною в том числе. И Олег Андреевич, это, конечно, была легенда. Сегодня здесь присутствует учитель, его брат Андрей Андреевич. Я прошу прощения, если кого-то не назвал, если кого-то не назвал, но вот самые яркие моменты из учебы я вспомнил. Я хочу сказать ученикам, помните своих учителей, любите своих учителей, они замечательные. И вы знаете, когда 30 лет прошло, и ты выходишь на сцену, и это дорогого стоит, наверное, вот мои учителя сейчас это отметили. А им так мало надо, всего лишь внимания. Ну и как... Ну и так важно. А теперь вам, вы сейчас ведете вперед этот прекрасный корабль под названием Рабинская гимназия, которая действительно является гордостью, жемчужиной нашего Рабинского. Сюда попасть все хотят, не все могут. Да? И конечно же, Рабинская гимназия, так как и все школы, это не стены, это люди. Поэтому дай Бог вам, вашему педагогическому составу, всего самого наилучшего. Хорошего, это вам, да. Хорошего педагога, достойного и благодарных родителей. Да, да. И чтобы без конфликтов, никогда чтобы не было. Поэтому, что такое 55 лет? Всего лишь 55 выпусков. Школа молодая, школа пионера. Ну что, вперед к столетию и большим успехам, чтобы Рабинская гимназия, преминар, бассейнала, и мы гордились не только в Рабинске, в области и в России. Ура! Благодарственное письмо Совета депутатов Рабинского городского округа за многолетний безупречный труд, высокий профессионализм. Большой вклад в образование и воспитание подрастающего поколения вручается учителю английского языка Улетенок Лейли Олеговне. Благодарственное письмо Совета депутатов вручается учителю начальных классов Сычевой Ирине Геннадьевне. Благодарственное письмо Совета депутатов получает учитель начальных классов Акулич Виктория Сергеевна. Благодарственное письмо Совета депутатов получает учитель начальных классов Герасимова Лариса Геннадьевна. Благодарственное письмо получает завеститель директора по административно-хозяйственной части Фролова Мария Владимировна. Благодарственное письмо Совета депутатов получает работник по обслуживанию здания Благодарственное письмо Совета депутатов получает учителя служебных помещений Иванова Ольга Анатольевна. Благодарственное письмо Совета депутатов получает учителя служебных помещений Ларина Наталья Алексеевна. Благодарственное письмо Совета депутатов получает учителя служебных помещений Павкова Людмила Владимировна. Благодарственное письмо Совета депутатов получает учителя неурочной деятельности Сидоров Евгений Николаевич. Спасибо за аплодисменты. Мы продолжаем. Слово для поздравления предоставляется председателю комитета по образованию Равенского городского округа Асеевой Наталье Александровне. Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые коллеги, уважаемый педагогический коллектив гимназии города Равенское, дети, выпускники, педагоги-ветераны, те люди, от которых, наверное, зависело рождение этого уникального образовательного учреждения. Всех искренне приветствую здесь, в новом здании нашей гимназии, хотя его уже можно условно новым назвать. Гимназия приобрела это новое современное здание в 2014 году и уже здесь обжилась, и уже чувствуется дух гимназии в этом современном и тоже очень уникальном здании. Действительно, замечательная история, история, я бы не побоялась сказать большой буквы, потому что образовательное учреждение, гимназия город Равенское, было, есть и остается ведущим образовательным учреждением в системе образования Равенского городского округа. Лидирующие позиции на протяжении многих десятилетий в олимпиадном движении, лидирующие позиции на протяжении многих десятилетий по подготовке выпускников, лучшие результаты в системе образования Равенского городского округа показывают именно выпускники гимназии города Равенское. Много было страниц истории, вспоминали лагерь труда и отдыха, а сегодня современная гимназия это физтехнофабричная, мы продолжаем традиции, заложенные в те далекие времена, и попасть в нынешний физтехнофабричный достаточно сложно, так же, как правильно сказали, в саму гимназию все очень стремятся обучаться в этом уникальном образовательном учреждении. А уникальное оно потому, что здесь работают уникальные люди, уникальные педагоги, а в стены сюда приходят уникальные дети, замечательные, умные и талантливые, вместе со своими прекрасными родителями, которые уважают труд педагога. Действительно, истории не случилось бы, если бы не стояли у истоков люди, которые заложили дух гимназии в то давнее время, 30 лет назад. Стала благодарность Надежде Николаевне Желтухиной, которая создала уникальное, первое образовательное учреждение с таким статусом, не побоюсь, наверное, сказать, Надежде Николаевне поправьте, вообще впервые во всей, даже в Московской области, в структуре появилось именно такое уникальное образовательное учреждение. Нас сейчас всех призывают добывать в небюджетные средства. Надежда Николаевна в те времена умело это совершала, потому что для нее были открыты двери ближайших предприятий. Она умело вела диалог со всеми руководителями, доказывая, что такое учреждение должно быть поддержано всеми. Конечно же, слова благодарности Владимира Федоровича вам, потому что оба здания, и само здание гимназии, которое начиналось в 55-летней истории, и нынешнее здание, оно напрямую связано с вашим именем. Да даже этот прекрасный актовый зал только состоялся благодаря вашим усилиям и только потому, что вы настояли, он должен быть именно таким, этот актовый зал. Строители нам его сдали в ином виде, совершенно в другой цветовой колористике. И сегодняшний вид актового зала – это тоже история, определенная история, и это, конечно же, статус. Олег Михайлович Борисов, слова благодарности и вам здесь, потому что именно к вам, я знаю, Надежда Николаевна пришла и сказала, Олег Михайлович, нужно издавать постановление, и нужно, чтобы гимназия была в городе Раменское. Поэтому вашими совместными усилиями и родилось это уникальное образовательное учреждение. Действительно, событие важное, событие значимое, потому что гимназия продолжает свой путь вперед. К новым победам, к новым успехам, к новым свершениям. Буквально в прошлом году, в ноябре месяце, если неизменно, я не знаю, я не знаю, я не знаю, мы здесь были. И очередной шаг – подписание соглашения с Рязанским университетом медицинским. Это очень важно, это очень значимо. Потому что гимназия продолжает вот ту историческую, логическую цепочку, естественно, научного образования, медицинского образования. Потому что именно здесь вновь открыли двери медицинские классы и работают уже не первый год, для того, чтобы в наших медицинских учреждениях были наши врачи, наши педиатры, наши медицинские работники. Слова благодарности всем, всем без исключения, потому что все, кто находится здесь, в этом зале, по-настоящему неравнодушные люди. По-настоящему люди, которые искренне и бескорыстно любят гимназию города Равенская. И я верю на доклад, что так же бескорыстно любите это образовательное учреждение, руководите ним. Очень трепетно, очень переживательно, потому что да, вам трудно. Но верю, что при поддержке педагогического коллектива, детского коллектива, родительского коллектива, у нас все обязательно получится. Вперед к новым совершениям! Благодарю встречать на данный момент коллективу Геннадии города Равенская, завт, который тут, веки и вперед к новым совершениям! Почетная грамота Комитета по образованию за успешную работу по обучению и воспитанию подрастающего поколения вручается учителю физической культуры Володину Денису Евгеньевичу. Почетную грамоту Комитета по образованию получает учитель начальных классов Колоскова Лариса Александровна. Почетная грамота Комитета по образованию вручается учителю русского языка и литературы Поляковой Иване Георгиевне. Почетная грамота Комитета по образованию вручается учителю математики Табулковой Евгении Георгиевне. Почетная грамота Комитета по образованию вручается учителю педагогу дополнительного образования Якушевой Елене Владимировне. Спасибо всем за добрые слова, спасибо вам за аплодисменты и примите в подарок наш творческий номер. Почетная грамота Комитета. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон» «Симон» У каждой школы есть друзья, их социальные партнеры. Без них зачахнула земля, а с ними мы свернем и горы. На нашем юбилее присутствуют руководители и представители различных учреждений нашего города. На сцену просим гостей, дорогие. Мы счастливы приветствовать всех вас. Как здорово, что в праздники такие идут друзья, чтобы поздравить нас. Слово для поздравления предоставляется директору методического центра «Раменский дом учителя» Губской Ирине Александровне. Дорогие друзья, уважаемые комитеты, дорогие гости. Сегодня праздник. У одного из стопов, и на моих износов, с учреждения «Раменского городского облака». Не один десяток талантов раскрыт именно здесь. И сотни ребят показывают, что они могут продолжать свой путь к успеху уже после окончания жилого. Сегодня праздник. И у него школа, и так далее все остальные работники прокладывают путь успеха, путь будущего для ваших московиков, для ваших ребят, даже для тех маленьких, которые сегодня перед нами выступали. И делают их ответственными, и делаем стрелёнными на каждом своем уроке. Я искренне желаю вам сегодня в этот большой праздник только успехов, удачи, новых побед. Чтобы вы продолжали путь к успеху с маленькими талантами и помогали им раскрываться и так далее. Я абсолютно уверена, что так и будет. Но, естественно, на праздники будут приходить с подарками. Поэтому, Наталья Ивановна, мы садимся в методического центра, и для этого вам подарок очень нужный. Поскольку у нас в гимназии, вот это число тех учреждений, которые ежегодно являются региональными площадками в Олимпиадах, нас сопровождают такими разъявлениями по независимой оценке качества знаний. Пороче, страшные названия, как ВПС, РПС, НИКО и так далее. Поэтому я думаю, что те РПС, которые мы вам дали для того, чтобы помогать сопровождать эти процессы, они будут вам очень хорошим подспорьем. И я искренне надеюсь, что одарено высокий профессионализм и академизм будет вашим верным и свободным коллегой с праздником всех. Слово предоставляется председателю Раменской территориальной организации профсоюза образования Габиенко Светлане Николаевне. Добрый день, уважаемые коллеги, Наталья Ивановна. Мне бы хотелось присоединиться ко всем тем поздравлениям, которые сегодня звучат. Мне бы хотелось пожелать, чтобы ваши традиции также приумножались, пополнялись, обрастали чем-то новым. Учителям, педагогам хочется пожелать здоровья, творческого вдохновения. Ну, а ученикам, конечно же, выпускаясь в гимназии, поступать в те учреждения, куда они желают поступить. И я хотела бы преподнести тоже подарок гимназии, чтобы встречались вы здесь с гостями только вот по такому замечательному поводу, чтобы все было хорошо. И можно вот сюда, просто на сцену. Встречайте гостей, Наталья Ивановна, хорошим поводом в будущем. И чтобы в Киеве все было, чтобы взять, 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 взять. Ну, и также мне бы хотелось бы поощрить педагогов в гимназии, которые уже более 30 лет работают в гимназии, ну, и находятся в профсоюзе. Почетная грамота Равенского профсоюза образования за добросовестный многолетний труд, достижения в сфере образования и активную работу в профсоюзе вручается педагогу-психологу Высоцкой Ларисе Ивановне. Почетная грамота Равенского профсоюза образования вручается учителю английского языка друг Виктории Викторовне. Почетная грамота Равенского профсоюза образования вручается учителю английского языка Пахововой Светлане Николаевне. Почетная грамота Равенского профсоюза образования вручается учителю физической культуры судьиной Калинин Альбертовне. АПЛОДИСМЕНТЫ Слово для поздравления предоставляется депутатам Городского совета депутатов Равенского городского округа Андрею Александровичу Кромову и Кирилеву Владимиру Николаевичу. АПЛОДИСМЕНТЫ Уважаемые коллеги, педагоги, руководство гимназии, сотрудники, ветераны, родители, ребят. Я не случайно произвел слово коллеге, потому что мы все с вами занимаемся одним общим делом и сегодня наш общий праздник в мире гимназии. Это общее дело, это формирование нового поколения. Если хотите, нового человека. Мы все этим занимаемся. И какие новые люди, какое новое поколение войдут в нашу жизнь через несколько лет, такое она, как в жизни будет. Серьезность этого дела и имоверный великан. Этим занимается и школа, и семья, и власти на всех уровнях. И мы, как депутаты, продаем это очень большое значение. И стараемся на регулярной основе, и делаем это из года в год, помогать гимназии. В развитии материальной базы, в других ее проектах. И на этот год у нас тоже есть план, Наталья Ивановна. Будем просто поместить все задачи, которые гимназии ставят. Лечи для меня. Гимназия занимает очень большое место в моей жизни. И эта история началась 1 сентября 92-го года, как раз вот, когда я живу в гимназии. Мой старший сын сдал экзамен. Экзамен сдавали в тот период, в первый класс. Школа на середине, на 10 классах. И как раз в этот момент создавал в гимназии. И было очень волнительно. И я как папа, молодой, в гимназии, в классе, принимаясь в состоянии, зашла в гимназии. Сразу же стал на своей местах. Стал легко и уверен, что он туда поступил. И вот с этого момента вся жизнь моя, моей семьи, слянула в гимназии. Удетку в жизнь в гимназии получили. С моей дочерью. Одна из них стала учителем. Вторая ученого ученого института. Но кто-то скоро войдется в нашу новую российскую экономику. В ваших классах сейчас учатся мои маленькие сыновья. Поэтому я, как родитель, хочу сказать эллиотическому коллективу, директорам гимназии. За это время я познакомился с одним директором гимназии. Спасибо им большое. Учителям начальных классов, которые с того 92-го года, и они присутствуют здесь, в зале, были вместе с нами учителям, предметникам, классным руководителям. Каждый из вас оставил маленькую частицу, а может и большую, наверное, частицу своей души, наших детей. Мы это помним, как родители и наши дети прекрасно помнят. И сегодня вспоминали. И продолжаем этим жить. Огромное вам спасибо. Хочу пожелать гимназии побед у ребят. Гимназия всегда этим славилась. Предагоги, гимназисты, прославляйте наш раненский городской округ через победы. Хочу пожелать гимназии, чтобы гимназия входила в перечень лучших школ в России, в Московской области. Вот как она это делает, и с годом год, пусть так и продолжается. Все очень важно. Хочу пожелать всем здоровья, благополучия и удачи. С ежедневными гимназиями. Здравствуйте, Гимнази. Здравствуйте, Гимнази, с словами, которые сказал Георгий Александрович. Мы с ним хотим быть в удастскому корпусу и комитет по работе РПКБ. А у нас РПКБ, в котором долгое время шерстного предприятия для удачи, для школы раньше. И наши многие дети, внуки учились. В школе номер 7, потом в Сазе. И сегодня у нас очень много детей, мы по всей первой классе учимся. Мы в нашей общей институте очень много детей. Я так думаю, что это естественно, потому что РПКБ это объект, которое, собственно говоря, одно из ведущих в нашем городе. и получить премиальное образование здесь, в этом городе, это большого стоит. Поэтому огромное и большое спасибо от всех РПКБ, от всех жителей нашего города. Спасибо. И вы хотели бы представить эти идеи, вручить букеты директора гимназии Наталья Ивановна вам и, наверное, Николаевна, как основатель гимназии. Сегодня гимназия — это современные классы, компьютеры и ноутбуки, интерактивные доски и мультимедийные устройства. Мы коротимся своей родной гимназией. Но прежде всего, гимназия — это дети, учителя и родители. Она живет горением детских, учительских и родительских сердец. От имени родительской общественности гимназии слово предоставляется родителям начальной школы. Дорогие, любимые, незаменимые наши педагоги, уважаемые, высокопоставленные гости, дорогие родители и, конечно, ребята, за эти годы, наверное, уже трудно сосчитать, сколько детей получили крепкий старт в жизни и в своей профессиональной деятельности, старт выпускниками гимназии города Раменская. А теперь и мы по-настоящему гордимся тем, что сейчас наши дети являются вашими любимыми учениками. Спасибо вам за это. В этот юбилей от лица родительских комитетов классов начальной школы мы хотим вам пожелать здоровья, счастья, спокойствия, успехов, удачи, чтобы успехи и победы ваших учеников вдохновляли вас на новые трудовые подвиги. Ну а мы всегда с вами и готовы поддержать вас во всех ваших начинаниях. С юбилеем! Для вас поет Мария Курсева. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Спасибо, мои дорогие. Присаживайтесь, мои хорошие. Присаживайтесь. Отправите меня на курсы. Когда я пришла работать в седьмую школу, после Тамары Константиновны Чемилёвы, она в нашем городе считалась директором Большой Лучины. Их было две. Первая это была те школы в первой школе. Там появились первые углубленки по математике. И Тамара Константиновна Чемилёва. Две сильнейших школы, очень разные. Та классическая, а это современная, демократическая, своевольная. Тамара Константиновна, когда выходила на турбиленцию выступать, у нее никогда бумажки не было. Она говорила вот так, открыто, то, что думает, как понимает и что хочет сделать. Поэтому вот эта школа, она, наверное, к слабым, для многих сомневающихся, говорили. Тогда же не было гаджетов, были телефоны или общение в этот ответ прямо в лоб. А ничего не получится. А потому что холодовая иранская стенка на стенку ходит. Выясняют отношения. А это стащики, к краю, 40 тысяч жителей. Ничего не получится. Но они не предполагали, что в 7-й генназии, тогда правильской школы номер 7, были теснейшие связи с прибороконструкторским бюрою, с умнейшим интеллектуальным центром Подмосковья и России. И эти связи были давнишими, еще до нас, до меня и так далее. И они были очень крепкими. И еще одно предприятие, которое вот рядышком зовут «Энергия». Вот они два сыграли свою роль. Вот сегодня будет представлена книга о Гиме Леониде Чжилинграде, руководителе прибороконструкторского бюро. Вот его именно зовут. И Валерий Сергеевич Магнусов, тоже доктор наук, так же, как Илья Леонидович возглавлял конструкторское бюро. Они лично приходили к ребятам и лично вели беседы и разговаривали для того, чтобы в детях откликнулось то, чем они занимаются. А они занимались важнейшими вещами, которые позволили вывести нашу страну на передний край. И сегодня гордиться ее успехами. Поэтому у седьмой школы было основание, чтобы быть исключительно в отличие от чего-то. И вот этим воспользовалась школа гимназии и таким образом разработанная глава программной игры в основу создания гимназии. И надо сказать, что не только троги, но и, конечно, интеллектуальная мысль поделась здесь, а дальше ее поддержали учителя. Учителя единомышленных. Сначала их было семь, потом 14, а потом весь коллектив поддержал. Но этого недостаточно. Можно было сделать так, чтобы родители поддержали. И вот тогда в актовом зале школы номер семь проходили собрание, куда приглашали родителей и рассказывали им о программе, которую предлагает педагогический коллектив. И вот подтвердят наши уважаемые депутаты, они были свидетелями, когда открытые даже окна в актовом зале, и народ стоял и слушал там. Все проходы, начиная с седьмой школы до актового зала, были забиты родителями. Всем было интересно, что же такое предложено в отличие? И что же там будет происходить? И как на это можно решиться? Ну, получилось. Благодаря чему? Усердию, труду, конечно, колоссальному желанию показать, что может быть, в отличие от традиционной программы, то интересное тем детям, которые скучающе видят в окошко. А им хочется знать больше. Поэтому, Денис, хочу все знать, как в том детском фильме у нас присутствовал практически всегда. Сегодня. Сегодня мы радуемся тому, что наши выпускники повсеместно. Где бы ты ни был, здравствуйте, Надежда Николаевна, вы нас помните? А меня вот вы помните? Ну, конечно, я помню. Зрительно, да. По именам, да. Но, может быть, фамилии где-то призаботятся. А так нет. И в основном гордимся своими выпускниками. В основном гордимся и радимся. И так можно, мы всех услугами заболеем, пойдем, да. Посмотреть и нас, и так далее. Где-то что-то надо покупать, даже дефицит был. Да. Позвонишь, вроде бы, все. Вот сказали, что все двери были открыты. Действительно так. Весь город помогал для того, чтобы гимназия была. И город не ошибся. Владимир Чусь его не назвали. Я думаю, сейчас мы слова не дадим. Обязательно. Почему я ему благодарна. Ведь, понимаете, кто-то что-то придумал. А ты чего-то за город, Владимир Ильич? Ведь если что не так, Владимир Чусь скажет, что вы не творили? Ведь это же судьбы людские. Вы к тому что предлагаете? Это же надо было для себя ответственность такую взять. Взял. 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 Замминистра образовательной Российской Федерации Осмолов Александр Григорьевич. Взял на себя ответственность. Так появилась районская гимназия. Номер три. В свидетельстве о гердитарстве. Скоро-Телинном, Ленинский район. И у нас, как вы, Анатолий Чукова говорит, в рабочей крестьянской районе появилась гимназия. Вот она появилась. И сегодня, наверное, нам не стыдно за то, что происходило в течение тридцати лет. Наверное, можно гордиться выпускниками. Сегодня гимназия уверенно функционирует. А что бы хотелось? А хотелось, чтобы она развивалась и не останавливалась в своем развитии. Сегодня брали интервью перед началом. Канал 360. Ну, если получится, посмотрите. О чем я сказала в отношении гимназии. Ну, то, что хорошую рейку случили уже. А теперь сказала о перспективе. Мне очень понравилось выступление губернатора, выступаемое несколько дней назад. Когда Андрей Юрьевич сказал о том, что к следующему году, 1 сентября, будет введено в строй 20 школ. Школ он назвал, не комплексом, школ. И 11 детских садов. То есть эти понятия живут. Может быть, комплексы имеют право жить. И тогда, когда это работает, это успешно. Но когда есть одна система и нет выбора, это уже ограничения, которые мы не привыкли за 30 лет. Правда, мы же привыкли к такому, к христианскому обществу, чтобы мне не учитывалось. И было сказано мне вот о чем. О том, что из его же выступления, что в гимназии города Одинцово, номер 14, будет открытая, будет совершена пристройка и будут открыты новые кластеры. В новой гимназии Кримакова, которая только что, вот недавно вошла в строй, новая, уже планируется пристройка на 500 мест для того, чтобы шло развитие по таким-то кластерам, которые будут введены. Дальше, быстрее. Будет открыт кластер с инженерно-техническим профилем. Будут приезжать со всей Московской области отдаленные дети и плюс из России. Если мы успешны, если мы приносим славу нашей Московской области и России, то, Андрей Юрьевич, поддержите нас. Тесновато нам. Нет развития, без смены занимаемся. А это дна. Мы же Наталья Александровна, Наталья Ивановна. Продолжение в этом плане. Согласны? Согласны. Разве. Правильно. Правильно. Ну, а как, дорогая Марина, можно ли это говорить много про историю? Пусть она будет вот такой прекрасной, наполненной жизнью, содержанием, любовью, радостью, искрой какой-то необыкновенной. Без этого нельзя. Поэтому я передаю микрофон и поздравляю всех. С юбилей. Ура! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, ты не собираешься на роде, что ты развела поток, поток. АПЛОДИСМЕНТЫ Устанет, но потерпим чуть-чуть. Уважаемая Наталья Александровна, Наталья Ивановна, уважаемая Надежда Николаевна, педагогический коллектив, учащийся, ну и, конечно, гости. Мне бы, конечно, хотелось очень отпущить вас всех поприветствовать с самыми лучшими пожеланиями, чтобы они обязательно сбыли. Вы даже не представляете, с чего я хотел бы начать свое дорожное выступление. Я думаю, вы со мной согласитесь, как стремительно, стремительно летит время. В суете повседневных забот, дел, неурядиц, радостей, разочарований мы порой не замечаем его неумолимого века. А глянешься, а позади уже недели, месяцы, да что там, годы. И все же, наверное, в будущем обязательно наступает момент необоримого, а, может быть, необходимого желания вернуться в историю. В день вчерашний. Вот взять, перелистать прошедшее время его страницы, порадоваться тому, что удалось сделать, погрузить, что не получилось, умиляться фотографиями черно-белым, видя своих соратников, друзей, товарищей, ну и, конечно, сильно загрузнуть, кто до сегодняшнего дня не дышал. Я не буду возвращаться к тем 55-ти, но слишком. А вот к 30-ти с большим удовольствием, потому что, несмотря на эти 30-ка лет, все живо в моей памяти. Да, наступил такой момент, когда с желанием среди ко мне пришли и попросили поддержать движение по организации первой в нашем районе и почти в области гимназии. Ну, уже было сказано, и мы отдали аплодисменты тоже Надежде Николаевне. Она была инициатором со своими предприятиями в соратниках и нам у Сергея Михайловича осталось это поддержать, потому что правильно умный Надежда Николаевна сказал, идей может быть много, а вот как их воплотить? И воплотить их можно только сообщално. Помните, единица 0, единица 1, даже очень важно, не поднимет простое пятиршковое брюно, тем более дом детей там не изучается сейчас. Не изучается. Потому что там в конце концов мы поговорим Ленин, мы называем партию, мы говорим партию, мы называем Ленин, как вы можете изучать. Ну, это хорошо. Такие вещи можно, конечно, знать. Ну, так вот, гимназия состоялась, и очень здорово. И сегодня все поступающие говорили об этом. Действительно, гимназия для нашего района это, ну, луч, на который надо было ориентироваться. И мне, например, очень приятно было, что у нас получилось такое учебное заведение. Я действительно считал, и объективно, что Равненский район это, ну, рабочий-крестьянский. Ну, и образование, честно говоря, было рабочий-крестьянским. У нас в то время было где-то около 120 вообще учебных заведений, включая детские садики. Школ около 60. Разные. Малые, средние, большие. Так вот, значение гимназии для гимназии все уже подчеркнули. Я тоже с этим согласен. И желаю, чтобы она процветала. И, конечно, нужно сделать все возможное, чтобы вот границы здесь не размылись. Я посмотрел, здесь первоклассник в море. И что, прям все выдающиеся, что ли? Вот как сделать так, чтобы гимназия осталась гимназией, для чего она была и задумана? АПЛОДИСМЕНТЫ Но, такую как-то мысль донести. Почему-то она здесь не очень-то прозвучала. Надежда Николаевна, наверное, оставила ее для меня. Значение образования гимназии как таковой, ее успешная деятельность стала триггером для образовательных учреждений Равенского района рабочий-крестьянского, о котором я сказал. АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, как только появились значимые знаменитые успехи гимназии, забронила вторая калашникова ДК ЖДА. И они со всех сил гнались и продолжают быть теплым. И, надо сказать, успешно. И вот это расстояние между лидером и вторым, кто сокращалось, кто чуть побольше, но, в общем-то, люди стараются. А 33-я, а, значит, 22-я наша деятельность, даже Софинская, а Новохритонская, 10-я Малкина, как взбудораживаясь. Да я мог бы перечислять много-много, еще раз подчеркиваю. Значение гимназии было велико для всего образовательного организма нашего района. То есть гимназия шла вперед, а все остальные изо всех сил старались подтянуться, изо всех сил шагать вперед. И я вам прямо скажу, что система образования Радонского района стала таковой, что мы ей гордились, но наверху была бишенка. Вот я это хотел подчеркнуть. Ну и, в основном, уже повторение, конечно, гимназия для меня всегда важна, ценна, и поэтому появился этот дворец. И я здесь уже не был несколько лет. Сегодня пришел и порадился. И вообще, мне кажется, мы должны работать с таким девизом. Если уже делать, то делать хорошо. Как у вас в гимназии? Что я хочу вам пожелать? Я хотел бы пожелать, когда мы будем отмечать следующий юбилей, 40 или 50, уж на всякий случай. Ну давайте тот и другой. И чтобы я, живой и здоровый, который все помнил, историю, вам попринес и пересказал ее тем, кто с ними знаком. Вот я желаю вам здравствуйте, успехов. И чтобы ваши выпускники, выпускники были бы благодарными, постригались вовремя, ну и вели себя хорошо, и набирались бы ума, разума. Вы знаете, есть такой момент, вот такой момент, он, я думаю, что он никого не обиден. Вот у нас выпускников, медалистов, много. Все много, десятки, 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 десятки. И вот я думаю, вот если бы все медалисты стали великими гражданами-патриотами, о, как здорово было, наверное, все же не все так в жизни просто. И мне кажется, школа, гимназия, неважно, они, эти учебные чертели, никогда не должны забывать, что у вас есть все же двуединая задача. Не просто дать знания, сколько будет ваше два, или там таблицу умножения, но они, конечно, более высокие, познания, и чтобы все же воспитывать. Воспитывать, чтобы потом мы не сожалеем, что человеку не очень хорошо получилось. То есть научить и на туалетах. Вот так вот, научить и воспитать. Я желаю вам всего самого доброго. Спасибо всем за добрые слова. А мы продолжаем наше торжественное мероприятие. Внимание на экран. Спасибо. С 1924 по 2002 год гимназию возглавляла выпускница школы номер 7, заслуженный работник образования Московской области, кандидат педагогических наук Маргарита Анатольевна Тарасова. Умная, красивая, элегантная, умелый организатор и преданный традициям школы педагогов, активные общественные деятели, она способствовала дальнейшему развитию гимназии, всероссийским и международным успехом гимназистов. В 1997 году ученица Мария Ростовская завоевала серебряную медаль на Международной Олимпиаде по биологии. В 2000 году Алина Корпут удостоена бронзовой медали на Международной Олимпиаде по биологии, а Александр Гайфуд принес гимназии и стране с золотом на Международной Олимпиаде по математике. В 1997 и в 2000 годах Равенская гимназия пошла в 100 лучших математических школ России. Имена наших гимназистов продолжали оставаться в первых строках протоколов различного уровня олимпиад, конкурсов, турниров. Именно на научный подход, логичность материалов, новейшие методы преподавания были ориентированы и педагогические кадры гимназии. Светлана Николаевна Клинкина, Нина Фердинантовна Дворкина, Елена Александровна Королева, Елена Даниловна Назарова, Елена Николаевна Губарева, Надежда Георгиевна Потапова, Наталья Алексеевна Дмитриева, Галина Юрьевна Землимерова, Елена Георгиевна Петрова, Екатерина Федоровна Корешкова, Людмила Николаевна Машкова, Лариса Юрьевна Макарова, Ирина Ивановна Ежова, Виктория Викторовна Друк, Екатерина Анатольевна Климова, Светлана Николаевна Пахомова, Соня Арамовна Симонян, Елена Алексеевна Казаковова, Галина Викторовна Фролова, Лейла Олеговна Улесенок, Галина Александровна Иголкина, Ольга Николаевна Дука, Татьяна Анатольевна Назарова и Многие Другие. В эти же годы гимназия получила весомую поддержку от родителей, увлеченность и энтузиазм которых помогала учащимся получать знания по истории религи, математической логике, мировой художественной культуре, программирование, юриспруденции, экономике. Добрыми словами учителя и ученики вспоминают таких явких талантливых преподавателей и общественников, как Владимир Борисович Исиднана Ивановна Подолин, Александр Афанасьевич Щербаков, Елена Васильевна Попова, Наталья Владимировна Сиповская, Елена Владимировна Лемок, Диляра Фаридовна Маматказина. Неоценимую помощь гимназии, организуя профориендационную работу с учащимися, спонсируя отдельные проекты и материально поддерживая в целом, оказывал коллектив Раменского приборостроительного конструкторского бюро и его руководителя. Главный конструктор, лауреат Ленинской и Государственной премии СССР, почетный авиастроитель, почетный гражданин Раменского района Московской области Валерий Сергеевич Магнусов, доктор технических науш, профессор, лауреат Государственных премий СССР, заслуженный деятель науки и техники Российской Федерации Гирий Ивлеанович Джаншкава. Гимназия благодарна коллективу Раменского электротехнического завода энергии и его руководителю, Акопу Георгиевичу Акопяну, за большую, всегда оперативную помощь. Мы признательны всем лицам, предприятиям и организациям, которые помогали гимназии, Раменскому отделению ВНИИ Геофизика, руководимому в те годы Нараром Григорьевичем Григоряном, Московскому областному медицинскому колледжу и его преподавателям Дриле Дмитриевне Захаревич и Наталье Николаевне Дорогу, заместителем главного врача Раменской центральной больницы Игорю Васильевичу Курникову и Игорю Викторовичу Сутукову, медицинской сестре квалификационной категории Марине Олеговне Трифоровне. Духовно обогащали, подавали благородный пример служения науке, преподаватели высших учебных заведений, сотрудничавших с гимназией, Московской медицинской академии имени Сеченова, Московского государственного технического университета имени Павлана, Московского физико-технического института, Государственного университета управления высшей школы и коронки. Ну, пошли, пошли, выходим, выходим. С 2002 года во главе гимназии стоит Ольга Германовна Макарова, высокообразованный специалист химик, кандидат педагогических наук, педагог-профессионал, интеллигентная, обаятельная женщина. Сегодня гимназия – это образовательное учреждение повышенного уровня, ориентированное на обучение способных к активной интеллектуальной деятельности и одаренных учащихся. В гимназии реализуются расширенные профили или углубленного уровня программы по предметам математической, гуманитарной, социально-экономической и естественной научной направленности. Программы элективных курсов и уроженной деятельности призваны создать условия для развития познавательных интересов обучающихся, помочь определиться с профилем дальнейшего обучения в гимназии. С 2014 года гимназия располагается в новом здании, которое полностью соответствует современным техническим требованиям и эстетическим нормам. В здании гимназии имеются учебные классы, лаборатории, специализированные кабинеты по всем предметам, два спортивных зала, большой актовый зал. Помещение для начальной школы, кроме учебных кабинетов, оборудовано рекреациями для подвижных игр и отдыха детей. На пришкольном участке современный стадион, спортивные площадки. Своими размерами и оснащенностью выражают библиотеки гимназии. Здесь имеются читальный зал, медиатека, книгохранилище, помещение для организации творческой деятельности гимназистов. В 2001 и 2002 годах гимназия города Рабинска ограждена премией президента Российской Федерации за подготовку победителей Олимпиад всероссийского и международного уровня. С 2002 года она начала работать как ресурсный центр районной системы профильного образования. В 2006 и 2011 годах гимназия победитель конкурса общеобразовательных учреждений Московской области, активно внедряющих инновационные образовательные программы. Гимназия стала также ресурсным центром по введению федерального государственного образовательного стандарта в основной школе. В 2007 и 2009 годах гимназия вошла в десятку лучших гуманитарных школ города Москвы и Московской области. Лариса Куркина дважды в 2009 и 2010 годах становилась призером Международной Олимпиады школьников по биологии. В 2010 году гимназия лауреат конкурса лучшей школы Подмосковья. К 2011 году 19 педагогов стали победителями конкурса лучших учителей образовательных учреждений Московской области. В 2012 году коллектив гимназии награжден благодарностью президента Российской Федерации. Виктория Лавренова в 2012 и в 2013 годах завоевывалась серебряные медали на Международной Олимпиаде школьников по биологии. В 2016 году Егор Шиштин был удостоен бронзовой медали на Международной Олимпиаде школьников по биологии. И еще в день через всех турниров, конкурсов и других состязаний, где бы не принимали участие наши гимназисты, где бы не прославляли они свою родную школу. С 2013 по 2017 годы гимназия неоднократно входила в список топ-500 лучших школ России, в список топ-10 лучших школ Московской области, в топ-200 лучших школ Российской Федерации, выпускники которых являются студентами ведущих вузов страны. Гимназисты продолжают увеличивать число побед на Всероссийских Олимпиадах школьников по биологии, истории, литературе, экономике, иностранным языкам. Гимназию Бородоранской называют храмом науки. Сюда стремятся за богатейшие знания, которые дают своим ученикам прекраснейшие педагоги, продолжающие традиции, заложенные их легендарными предшествиями. На сегодняшний день в учебном процессе гимназии участвуют 4 доктора наук, 6 кандидатов наук, 3 заслуженных учителя Российской Федерации, 11 почетных работников общего образования Российской Федерации, 3 заслуженных работника образования Московской области, 20 педагогов гимназии являются победителями конкурса учителей в рамках приоритетного национального проекта образования. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Друзья, по аргентинным причинам Макарита Анатольевна и Ольга Германовна не смогли присутствовать на нашем юбилейном мероприятии. Но у нас есть видео-поздравление, видео-обращение. Внимание на экран! АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте, дорогие коллеги, ребята, уважаемые родители. В силу сложившихся обстоятельств сегодня я не могу присутствовать на празднике, но мысленной душой в этот день, так же, как и все 30 предыдущих лет, я, конечно же, в гимназии вместе с вами. В первую очередь, я еще и еще раз хотела бы поблагодарить всех вас за многолетнее сотрудничество и за творчество, за многолетнюю, очень напряженную, но всегда интересную и благотворную работу. Жизнь не стоит на месте. Меняются условия и обстоятельства, в которых мы работаем, но я убеждена, что изменения и всегда сопровождающие их трудности надо принимать с благодарностью, потому что только преодолевая препятствия, только преодолевая трудности на хозяй зоны конфорта, мы, согласитесь, развиваемся в России. сегодня я имею возможность сравнивать, если хотите, как бы извиняя оценивать работу лучших образовательных учреждений столицы и области. И хочу с уверенностью заявить, что последнее, в первую очередь, я имею в виду, гимназию профессионалов не уступает, не уступает, а в чем-то и превосходит лучшие столичные образовательные учреждения. В уровне профессионализма учителей, в уровне мотивации и достижения учеников, в устремленности семей, родителей создать условия для получения людьми достойного образования. Поэтому я верю, что коллектив гимназии пишет еще одну яркую страницу в истории не только нашего славного образовательного учреждения, но и всего муниципального образования и Московской области. Главное, правильно выстроить приоритеты и команды требуются в достижении поставленной цели. Дорогие друзья, я желаю вам энергии, профессионального азарта, искренней заинтересованности в улучшении качества образования и процветания гимназии. С праздником вас! И до встречи! В нашем праздничном зале присутствуют те, кто работал в гимназии и приумножал ее славу. Почет и слава ветеранам! На протяжении многих лет дарили знания и по праву гордимся вами, не секретно. То, что себя вы отдавали свой профессионализм сполна и радовали, и старались, мы пришли криптим вам ура! Дорогие друзья, давайте поприветствуем наших замечательных ветеранов педагогического труда и пригласим их для вручения наших памятных подарков Борисов Олег Михайлович! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Рождественская Галина Николаевна, учитель русского языка и литературы. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Силгиенкова Татьяна Ивановна, учитель математики. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Мы приглашаем вас занять самые почетные места в нашем зале. Дорогие наши замечательные ветераны педагогического труда, вас сегодня поздравляют ученики третьих классов гимназии города Равенское. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует... 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 Что сделать не так, и сегодня я прошу доброе слово Господи всех учителей. Мы продолжаем нашу праздничную программу юбилея. Всем внимание на экран. В 2019 году нашу гимназию возглавил Данил Владимирович Стёпин, высококвалифицированный специалист в области информатики, руководитель информационно-технического отдела муниципального образовательного учреждения методического центра Раменский дом учителя, представитель учительской династии Кутеповых, Фунтиковых, Стёпин, прославивший учительство на Раменской семье. Перед молодым директором стояла сложная задача – интеграция в одном учебном заведении гимназических классов с углубленным изучением отдельных предметов и общеобразовательных классов. Трудные задачи пришлось решать во время пандемии COVID-19, когда гимназию пришлось перейти на дистанционную форму обучения. В результате слаженных действий директора гимназии и коллектива, профессионализма педагогов, умения Данила Владимировича сплотить коллектив и чётко сформулировать поставленные цели, образовательное учреждение завело лидирующие позиции в областном рейтинге образовательных учреждений. В 2020 году гимназия была награждена благодарственным письмом главы Раменского округа за успешную работу во время пандемии. По мнению директора, гимназисты должны стремиться только вперёд к новым знаниям и умениям и ни в коем случае не отступать от поставленных целей. Ведь с фундаментом знаний, приобретённым в гимназии, можно претендовать на обучение самых престижных вузах России и впоследствии на работу ведущих компаний страны. Гимназисты под руководством своих педагогов и наставников продолжали выигрывать олимпиады различного уровня, конкурсы, турниры. 54 обучающихся стали призёрами и победителями регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по физике, математике, информатике, русскому, английскому, китайскому языкам, литературе, химии, биологии, экологии, мировой художественной культуре, географии, правду, общество знаний, экономики. Выпускница 2020 года Овечкина Анастасия стала призёром заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по биологии, а выпускница 2021 года Сафроненкова Светлана победителем Всероссийского конкурса «Большая перемена». Педагогические кадры гимназии были ориентированы на научный подход, логичность изложения материала, новейшие методы преподавания, которые привели учащихся к победе. Это «Елена Даниловна Назарова», «Людмила Николаевна Дьяковна», «Дмитрий Михайлович Дорохин», «Ольга Германовна Макарова», «Зинаида Апанасьевна Шуева», «Нина Кердинантовна Творкина», «Элеонора Леонардовна Фельдкора», «Людмила Владимировна Гусева», «Маргарита Анатольевна Тарасова», «Елена Георгиевна Петрова», «Яна Ашотовна Зайцева», «Марина Владимировна Павловна», «Светлана Николаевна Келькина», «Рита Альгарина». Александровна Федоровна, «Людмила Николаевна Машкова», «Лариса Юрьевна Макарова», «Галина Николаевна Рождественская», «Людмила Николаевна Новикова», «Елена Леонидовна Орлова», «Алла Игоревна Стрижанова», «Александра Вячеславовна Лей», «Александр Иванович Бункер», «Нина Валентиновна Саморукова», «Валерия Валерьевна Агапиева» и многие другие. С 2014 года в гимназии функционирует клуб спортивной робототехники. С 2020 года он входит в ассоциацию технологических кружков проекта «Национальная технологическая инициатива». Участники клуба ежегодно принимают участие в соревнованиях от школьного до международного уровня. Неоднократно становились победителями и призерами. В 2019 году гимназия заняла первое место в областном конкурсе выставки. Команда в составе Горенчука Андрея, Азимкова Артема, Платовой Татьяны получила диплом за лучшие инженерные решения за проект «Мобильный космодром» на российской робототехнической олимпиаде «Робосенсор». Решетников Андрей занял второе место в номинации «Будущие инженеры». Участники клуба спортивной робототехники не останавливаются на достигнутом, совершенствуют свое мастерство и готовятся к новым соревнованиям. В 2021 году команда под руководством Елеонора Леонардовны Фельдкорен заняла призовые места в международном конкурсе робототехнических проектов «Робоэмерком», которые проводились под эгидой МЧС России. В 2022 году 13 младших участников робототехнического клуба под руководством 11-классника Андрея Горенчука заняли призовые места в спортивных соревнованиях по различным робототехническим дисциплинам в рамках регионального фестиваля. Равенская гимназия в 2020 и 2021 годах вошла в топ-100 лучших школ Московской области, в топ-500 школ России по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы страны. По итогам 2019-2020 учебного года Равенская гимназия вошла в топ-10 лучших школ Подмосковья, в топ-20 лучших школ Центрального федерального округа, в топ-500 лучших школ Российской Федерации. В 2019 году на базе гимназии зародились и успешно работают два эмоционных направления. Функциональная грамотность как условия достижения высокого уровня качества образовательных результатов, профориентированный проект «Наша проектория» как модель организации групповой проектно-исследовательской деятельности обучающихся. В рамках проектной деятельности учащиеся создали гер-гимназию, где были отражены все четыре направления подготовки – физико-математическое, медико-биологическое, экономическое и гуманитарное. Сегодня гимназия достойно оснащена технически. Есть полноценные лаборатории по физике, химии, биологии, современные компьютеры, 3D-принтеры, наборы для робототехники, электроники и многое другое. Помимо этого в гимназии есть замечательная традиция. Ученики старших классов ведут дополнительные занятия для младших ребят. Все возникающие проблемы и вопросы старшеклассники имеют возможность вывести на обсуждение, на регулярные встречи, час с директором, которые очень популярны и эффективны. С 2020 года по инициативе учителя информатики Творкина Нины Фердинандова при поддержке Комитета по образованию в лице Асеевой Натальи Александров в рамках сотрудничества с Институтом аэромеханики и летательной техники Национальным исследовательским университетом Московского физико-технического института был организован и получил развитие в листе «Лагерь на фабриче». 60 любителей физики, математики, информатики и программирования проводят две паникулярные недели на базе Раменской школы-интерната. В 2019-2021 годах к гимназию пришли много новых педагогов, которые успешно работают, продолжая традиции своих предшествий. В гимназии умеют работать и отмечать праздники, дискутировать и быть исполнительными, понимать ученика и быть требовательными в рамках контроля учебного и воспитательного процесса. Дружно, слаженно, рука об руку трудятся молодые педагоги и ветераны, которые остаются мудрыми наставниками своих коллег и учеников и ведут гимназию к успеху. Слово для поздравления представляется в цепени Данил Владимирович возглавляющему гимназию с 2019 по 2021 год. Здравствуйте, дорогие мои коллеги. И так приятно, что вы пригласили меня три почти года в своей жизни. Да, я вот тут в гимназии. Спасибо большое, Тальшан. Спасибо большое, Надежда Николаевна, за то, что предоставили такую возможность, за то, что сподвигили меня на этот, на тот момент, подвиг. Придя сюда, я, правильно, Надежда Николаевна, стал взрослым, окунулся в образование, как говорят, по полной, да, и до этого, ну, я был далек, наверное, от школы, да, я занимался проблемами образования, я общался с директорами, с заместительными директорами, с учителями, но что такое образование, я не знал. Спасибо вам за то, что вы при своем непосредственном участии, своим опытом поделились со мной, и, ну, собственно говоря, благодаря вам я стал тем, кем я сейчас. Сегодня я здесь представляю, в том числе, организации, которые, ну, наверное, тоже стояли у истоков гимназии. Да, это бывший руководитель РПКБ, ныне возглавляющий фонд содействия развития инноваций, науки и технологий, Павел Петербург-Лыбкин, передаю им большой привет. Надежда Николаевна, Наталья Александровна, просил передать нефтепоклонную германию, но, к сожалению, ее сегодня нет. Если вдруг кто-то будет с ней в ближайшее время созваниваться, передайте, пожалуйста, от него большой привет. Зачитаю поздравительные авиации. Уважаемый Наталья Ивановна, уважаемые коллеги, преподаватели и обучающиеся, от имени Фонда содействия развития науки, инноваций и технологий, Автономной некоммерческой организации Центра развития и подготовки кадров в техниках и Центра олимпиадной подготовки Архимед, сердечно поздравляем вас с знаменательной датой с 55-летием со дня основания школы. Гимназий является одним из ведущих образовательных учреждений региона, представляет собой современный, динамично развивающийся образовательный комплекс, хорошие инфраструктуры и современные материально-технические базы. В ее стенах сформирован высококвалифицированный педагогический коллектив, способный решать задачи по качественному обучению детей, подготовке выпускников к выступлению в лучшие вузы России, что из года в год подтверждается независимым исследованием федерального уровня. Все эти 55 лет педагоги-гимназий передают школьникам свои знания и опыт, служат примером высокой нравственности, честного и добросовестного отношения к делу. Лучшей оценкой их труда является то, что бывшие выпускники возвращаются в эти стены в качестве учителей и занимают достойное место в коллективе. Выражаем вам искреннюю благодарность за ежедневный и самоотверженный труд во благо подрастающего поколения. Мы убеждены, что ваша работа и предпочтет служить развитию системы образования правительства городского округа, Московской области и нашей Родины, России. Желаем коллективу-гимназий смелых творческих решений, новых идей, перспективных проектов, побед и, конечно, крепкого здоровья и благополучия. С уважением. Павел Дмитриевич Слывкин, Александр Анатольевич Погодарев и Данил Владимирович Семенович. Спасибо. Панов и поставленных задач в гимназии действительно очень много. И сегодняшнее мероприятие – это очередная ступенька в будущее. И в это будущее идет большая, высокопрофессиональная команда учителей. Да, быть учителем – это так сложно. Сколько же надо знать, уметь, чтобы держать все на плечах? Да, все в этой жизни сложно. Но есть один простой рецепт, чтобы жизнь лазилась. Надо быть самым собой, не луканить и щедро злиться тем, что умеешь и знаешь. Таких щедрых людей в нашей гимназии много. Это настоящая армия знатоков своего дела и оптимистов, шагающих только вперед к победам. Сегодняшнее вручение наград учителям гимназии означает признание их заслуг и преданности к избранному делу всей их жизни. За плодотворный труд и в связи с юбилеем образовательной организации Педагоги гимназии удостоились почетного звания «Труженики России» и размещены на доске почета «Тружеников России». Для проведения церемонии награждения на сцену приглашается директор гимназии Вартынина Наталья Ивановна. Сертификат, подтверждающий размещение на доске почета «Тружеников России» получают Учитель английского языка Агапиева Валерия Валерьевна. Заместитель директора по УВР Белокурова Марина Владимировна. Учитель начальник классов Валенчук Ирина Валентиновна. Мы просим оставаться вас на сцене. Педагог-психолог Высоцкая Лариса Ивановна. Учитель начальника класса Грундолина Арсана Викторовна. Учитель английского языка Гусева Людмила Владимировна. Учитель информатики Городкина Инна Кюрдинандовна. Учитель биологии Городин Виктор Михайлович. Учитель английского языка Грундолина Викторовна. АПЛОДИСМЕНТЫ Учитель технологии Грундолин Андрей Андреевич. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Учитель кимии Дубровина Ирина Викторовна. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Заместитель директора ПАУГАРА, учитель начальных классов Капичева Илья Владимировна. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Учитель математики Есерёва Татьяна Александровна. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Учитель математики Еринькина Светлана Николаевна. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Учитель физики Горешкова Екатерина Фёдоровна. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Учитель математики Паралёва Елена Александровна. Педагог-психолог Костенко Дина Владимировна. Учитель английского языка Лёвушкина Юлия Сергеевна. Учитель по душе Кумунгин Александр Иванович. Педагог-библиотекарь Муцик Валентина Алексеевна. Педагог-психолог Костенко Дина Владимировна. Педагог-психолог Костенко Дина Владимировна. Учитель Макарова Лариса Юльевна. ПЕЧАЛ Учитель английского языка Машкинова Смеглана Кинишна. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Учитель истории и общества знания Орлова Елена Леонидовна. АПЛОДИСМЕНТЫ Учитель математики Павла Марина Владимировна. АПЛОДИСМЕНТЫ Учитель английского языка Пахомова Светлана Николаевна. АПЛОДИСМЕНТЫ Учитель физики Петрова Елена Георгиевна. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Учитель начальной класса Бресткова Анна Владимировна. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вечер. Учитель КВЖ Саворокова Нина Валентиновна. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ларина Шуркина Илья Григорьевна. Педагог дополнительного образования Якушева Елена Владимировна. В сертификатах награждается директор муниципального общеобразовательного учреждения гимназия города Раденская Варлыгина Наталья Ивановна. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо вам, дорогие коллеги. Спасибо и с праздником. Мы приглашаем всех наших педагогов занять почетные места в нашем зале. Для вас сегодня мы подготовили творческий сюрприз. Наш творческий сюрприз на сцене танцевальный коллектив «Резонанс». «Резонанс» 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дальше полученным опытом Многие из них уходили из гимназии под звуки школьного пальца и спустя несколько лет снова перешагнули порой гимназии но уже в качестве учителя Поприветствуем наше молодое пополнение АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Добрый день! Мы молодые, талантливые, амбициозные, нацелены вперед, в будущее. Когда-то мы окончили эту гимназию, а сегодня мы стоим здесь уже как учителя. Мы рады вернуться в родные гимназии. Мы благодарны гимназии и всем учителям за то, что привили нам любовь к нашим предметам. Пока мы видим горящие глаза наших учеников, доверия со стороны коллег и родителей, мы верим, что мы двигаемся в правильном направлении. Именно здесь нам придет любовь не только к нашим предметам, но и к друг другу. Спасибо гимназии и нашим учителям за это. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok ДимаTorzok 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 Спасибо.